В Казанском университете состоялась прямая линия, посвященная приемной кампании 2021. Если вы поступаете по результатам ЕГЭ, то для этого нужно загрузить все необходимые документы совместно с сертификатами сдачи ЕГЭ и потом уже после 29 июля отслеживать прохождение по конкурсу. В рамках празднования Дня России 12 июня в Казани прошла акция «Парад дружбы народов». В мероприятии приняли участие иностранные студенты Казанского университета. С самого веселого колеса, конечно, успела, любви и хотела поздравить все граждане России с праздником. На конец лета приходится пик заселения в общежитии. Как обстоят дела в одном из самых известных студенческих городков деревни Универсиады Казанского университета. Когда только заселилась, мне понравился именно уровень жизни в деревне Универсиады, потому что он сильно отличается от других общежитий. В Казанском университете состоялась прямая линия на нашем телеканале, посвященная приемной кампании 2021. Все подробности далее. На прямой линии ГОСИ обсудили основные моменты поступления в ВУЗ в 2021 году, а также ответили на вопросы абитуриентов. По словам Дмитрия Таюрского, Казанский университет готов к приему документов во всех возможных форматах с 20 июня. Через госуслуги, через сайт Казанского университета по средствам сети будут студентом Казанского федерального университета, а также можно будет прийти лично в приемную комиссию, либо прислать курьерской почтой на адрес приемной комиссии. Если вы поступаете по результатам ЕГЭ, то для этого нужно загрузить все необходимые документы совместно с сертификатами сдачи ЕГЭ и потом уже после 29 июля отслеживать прохождение по конкурсу, решать куда давать согласие на прием, поскольку в зависимости от ваших баллов абитуриента будет выстроен рейтинг всех абитуриентов и будет видно, куда вы попадаете на бюджетное место, куда вы попадаете на контрактное место. Если абитуриент сдает внутренние испытания, то после регистрации в сети Казанского университета сразу появляется вкладка расписания вступительных экзаменов. В этом году опять же новшество. Каждый абитуриент имеет право подать документы на 10 направлений обучения в 5 вузов Российской Федерации. 5-10. 5 университетов, 10 направлений обучения. Узнать больше об университете и о поступлении будущие студенты смогут на сайте Казанского университета во вкладке «Абитуриенту и школьнику». Эджами Небава, Ленар Тавлитьяров, Универньюс. В Казанском университете продолжается вакцинация от COVID-19. Для иммунизации доступны сразу две вакцины – «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улицы Вишневского, 2А, или записаться по телефону 233-3200. Также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете. В рамках празднования Дня России 12 июня в Казани прошла акция «Пора дружбы народов». В мероприятии приняли участие иностранные студенты Казанского федерального университета. Все подробности в сюжете нашего корреспондента. Укрепить дружбу и единственную многонациональную молодежь Татарстана через взаимодействие культур и уважение к традициям народов, проживающих в республике. Основная цель парада. День России проводит традиционный парад дружбы народов. Его организует Молодежная ассамблея народов Татарстана. Мы участвуем уже 4-й или 5-й год. Собираются представители молодежных организаций. То есть это проводит Молодежная ассамблея народов Татарстана. Собирается национальная культурная автономия. Их молодежное крыло, соответственно, как в Казани, так и других городов. Мероприятие проходило на Кремлевской набережной. В параде приняли участие порядка 50 иностранных студентов из стран СНГ, Африки и других. Мероприятие, конечно, это для единственной нации, дружбы народа. И мы часто участвуем с ребятами из Афганистана, конечно. Это очень хорошо, чтобы друг друга понимают и знакомятся с друг другом. Мне очень приятно. И мы знаем, что 12 июня в России день России. И я желаю вам и хотела поздравить тоже с праздником. И, ну, самого веселого количества, конечно, успела, любви. И хотела поздравить все граждане России с праздником. В рамках программы был организован молодежный этнопарк «Этномаркет», а также уникальный в своем роде фестиваль этномузыки «Таба». В концертной программе были предусмотрены выступления исполнителей и самодеятельных коллективов. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюс. Новый способ переработки тяжелой нефти предложили ученые кафедры физической химии Химического института имени Бутлерова. О всех подробностях расскажем в следующем сюжете. На протяжении трех лет ученые кафедры физической химии Химического института имени Бутлерова ведут исследования в сфере переработки тяжелой нефти на месторождение с целью улучшения ее качества и текучести. Чем больше нефти мы добываем, тем оставшаяся нефть имеет все более и более тяжелые характеристики. Там больше содержится серы, она становится очень высоковязкой, очень трудно подается транспортировке. Вопрос транспортировки тяжелой нефти всегда горячо обсуждался. Пока эта проблема решалась тем, что тяжелую нефть смешивали с более легкой нефтью и подавали в трубу для транспортировки. Легкой нефти становилось все меньше, а тяжелой все больше. Перед учеными возникла задача разработать катализатор, который позволил бы снизить вязкость нефти и по возможности облагородить ее характеристики. Мы пошли таким путем, что сначала мы разработали носитель, у которого очень крупные размеры пор, куда помещаются крупные молекулы, нофтеновые молекулы грибодородов и претерпевают там определенные изменения. И на базе этого носителя был разработан катализатор. Носитель называется «высокопористый и чистый материал», который позволил за один проход через катализатор не только снизить вязкость нефти, но и удалить до 30% серы. Технология позволит поднять качество нефти на входе в трубопровод. На нефтеперерабатывающие заводы будет поступать нефть с меньшим содержанием серы. Это снизит и коррозионную активность, и стоимость дальнейшей переработки. Исследования заинтересовали не только региональных партнеров, но и зарубежных. Елизавета Никитина, Универньюз. На конец лета приходится пик заселения в общежитие. Наш корреспондент решила проверить, как обстоят дела в одном из самых известных студенческих городков деревни-универсиады Казанского университета. Смотрим. Общежитие деревни-универсиады продолжает круглогодичный прием студентов. Для многих стены корпусов уже стали родными, а вот первокурсникам еще предстоит обустройство. Пройдет оно без лишних хлопот. Благодаря автоматизированной системе общежития заявления можно подавать в электронном виде, а основные данные подставятся автоматически. Была проблема в том, что множество данных при поступлении, при заселении, при, не знаю, еще где-нибудь, везде происходит то, что мы заново заполняем данные. Теперь эти данные не надо заполнять, они автоматически переходят к нам. Мы все видим, мы просто только по сути я вот указываю комнату теперь. Мне не нужно спрашивать со студента полностью фио-курс, группу, там номер телефона, родители и так далее. У меня все уже здесь есть. Сама деревня-универсиады – это целый город внутри города. Помимо новых корпусов на территории есть спортивные площадки, мини-ателье, прачечные и магазины. Организовать свой досуг можно, вступив в клуб по интересам или присоединившись к студенческой жизни, насыщенной мероприятиями. Желающих получить место в деревне-универсиады очень много. Честь отдают студентам, проходящим по программе социальной защиты и иностранным гражданам. Остальные места распределяются между активистами с помощью рейтинговой системы. Студенты отмечают одну из самых низких стоимостей проживания – от 280 до 560 рублей. Когда только заселилась, мне понравился именно уровень жизни в деревне-универсиады, потому что он сильно отличается от других общежитий. Даже если смотреть Москву, Питер, там похуже будут условия. Тут и комнаты чистые, слава богу, нет тараканов, никаких живностей. Конечно, очень повезло с соседками, то есть быстро и знакомых, и друзей новых нашла. Чтобы получить место в деревне-универсиады, необходимо изучить критерии отбора, а также своевременно подать заявку на сайте Казанского университета. Приказы на заселение будут сформированы с 23 августа. Ариадна Кулушева, Универньюз. На этом все. В студии был Радик Закидуллин. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!